Восвитая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, доброй ранницы. В регионе начали выборочную сяубу ранних збожевых культур. Улику первых десяти районов, где стартовала посевная кампания Мазырске. Однако массовая сяуба ранних яровых начнется с отставанием от минулого года и проводится ее прийти в максимально стиснутый термин. Подробностей у корреспондента у телеканала Мазыр. Кажутся, один у поля не воин-механизатор саугаскомбината Зара Александр Краученко с этим стверджением не згодный. И он у одиночку рыхтует это поле до сяубы. Техника готова. Стараемся все сделать. Надеемся, что не подведет. Будем стараться работать. От нашей работы будет зависеть урожай. В районе сеять покуль выборочно. У основной Мавеса хоть до работы приступили без выключения во всех господарках. У большей ступени это покуля обкатка техники, наладка сейлок, опрацовка хлеба и унесение минеральных удобрения. Ну, начали где-то неделю назад. Погода немного помешала нам. Были немного остановки. Сейчас опять начали. Ну, в день делаем 100, чуть больше гектаров. В нашем отделении в настоящее время проводится подкормка зимых. Провели где-то, сделали 550 гектаров подкормили. И идет подготовка почвы к силам. Стараемся полностью на работу, поэтому проблем никаких нет. Самая великая площадь яровых зерневых и зернебобовых у экспериментальной базы Крыничная. По кукурузе наибольшезначные объемы традиционно у Зары. По совхозу комбинату Зара необходимо посеять яровых культур 5,5 тысяч гектаров. Это совместно с Мозорский и Наравлянский район. За первую неделю мы уже подготовили где-то, обработали 1200 гектаров почвы. Больше 1000 гектаров из двух 700 подкормили озимых культур. С початком весновых полевых работ традиционно стартовали районные споборництвы. Сторона Сочи, заходом поселной и профсоюз. В целом в 2016 году подготовились, я хочу сказать, очень хорошо. Материальная база, отремонтирована техника, подготовлены все объекты. Проводятся сейчас собрания, разъясняется заработная оплата. Что тычется о зимых культур, то, как стверждают специалисты, перезимовали они неадренна. Гибель по районе незначная. Хоть аграры остерегаются морозов, які очакаются на выходных. Коли справдятся прогнозы синоптиков, то уже до конца тыдня придется припинять поселные работы. Масовая сяуба ранних яровых культур почнется только в первой декаде красавика. Илона Шавловская, Юрий Грабец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». Сегодня у «Гомеля» протягнется республиканский семинар «Сучасная технология энергосберажения. Адукация, вытворчасть, светопогляд». В его рамках у Палацы творчасти «Дети и молоди» будут подведены выники конкурсу школьных проектов по экономии и беражливости «Энергомарафон-2015». Напереды дни у дельники семинара ознайомились с передовыми технологиями, и которые выкорестовываются в установах адукации и на предприемствах областного центра. Обновациях у сферы энергосберажения расскажет Дмитрий Котау. В Гомельске областный лицей у дельники семинара наведывают невыпадково. Тут добро ведают, как экономить электроэнергию и при этом отримливать додатковые финансовые сродки. Уже некольких годов тут денежная программно-техничный комплекс «Энергодозор». Усе лечильники подключены до одного сервера, на который поступают дадены об расходах воды и электроэнергии. На двух великих экранах, размещенных у холи лицея, адлюстрованы разлики по экономии энергоресурсов. Информация находится в открытом доступе. С ее можно ознайомиться каждый наученец. С подлеткового взрослого детства начинают учиться экономии. Система «Энергодозор» позволяет, вместе с теми энергоизберегающими мероприятиями, которые были осуществлены, позволяет экономить порядка 36% бюджетных средств на оплату электричества, тепла и воды ежегодно. Лицей вырабатывает, имеется фотоэлектростанция, установлено 84 фотоэлектрических панели мощностью 0,02 мегаватта, что позволяет вырабатывать 20% потребностей годовых лицея в электроэнергию. Эту электрингию мы продаем государству и используем эти финансовые средства. Особливую увагу притягнул уникальный для нашей краины в учебно-практичный центр по энергосбереженні, який находится на базе областного лицея. Музейные экспозиции позволяют просочить весь шлях эволюции к рянец энергии. При этом основный акцент сделан на энергосберегающие технологии. Так само тут есть лаборатория, где наученцы могут проводить свои науковые доследования. Увагуле с этим центром в управлении эдукацией связывают великие планы. За этим учебно-практическим центром мы считаем стоит большое будущее, потому что мы о нем будем заявлять обязательно в виртуальном пространстве, для того, чтобы найти других пользователей. А это будут не только педагоги, не только дети, это будут инженеры, это будут экономисты и так далее. Поэтому мы видим за ним большое будущее и мы имеем уже концепцию его развития. На пленарном посаджении удельники семинара обмерковали убаченное, а так само вызначили основные задачи у сферы энергосбережения, какие вызначены на наступную пятигодку. Естественно, у нас еще резервы есть и резервы довольно приличные. Но все сегодня. Все, что было на виду, на плаву, мы везде внедрили. Сегодня надо идти в технологии, идти в производство. Естественно, у нас очень парк печей закалочных, отпускных, термическое оборудование, индукционные печи. То есть именно в технологии, где-то красочное производство, гальваническое производство, где у нас резервы. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Завтра «Гомель» по традиции долучится до найбуйнейшей международной экологичной акции «Гадзі на земли». У гэты дзень во всем свете на одну годину погаснет подсветка будынкаў. Запланованы таксамам мероприемствы для притягнення уваги до проблем змены климату. Масштабная международная экологичная акция «Гадзі на земли» организована Сусветным фондом дикой природы и ладзится с 2007 года. Сутность мероприемства складается у тым, каб на одну годину выключыць светло и электропрыборы. Летось ў акции «Гадзі на земли» прняли ў дзел больш за 2 мільярды людей с самых розных краін свету. Праведзена больш за 70 тысяч тематычных мероприемствов и больш за 10 тысяч архітектурных объектаў отключыли свою декоративную подсветку. Дарычы, стать ў дзельнікам международной экологичной акции «Гадзі на земли» можа кожны жадаючы. Яна будзе проходзіць заутра с 20.30 до 21.30. С допомогой символичного дзення, выключэння святла, кожны чалавек у любой кропки земнога шара зможа прогаласаваць за здоровую планету и биражливое ставлення до природных ресурсов. Если в целом на планете один час выключэн свят, то наса мы сэкономим миллиарды природных ресурсов, которые идут на производство электроэнергии. У Гомельскім Гарвы-Канкамі отбувся брифінг зудзелам процтауніков жилёва коммунальной господаркі обласного центра. Падчас яго были обмеркованы пытання святлення, зелененя, добра упарадкавання тэрэторы, а таксама узнятые інші темы, накераванные на поляпшэнне якості обслуговання насельництва. Одной з найбольшь мострых проблем для работнікаў коммунальных служб ў сёні з'являецца рамонт подъездаў. Колькась зварота ў грамадзян па гэтаэтэмі пастоянна павялічываецца. Сё лето ў Гомелі плануецца прывецці ў належный стан больш як 700 падъездаў. Пры правядзенні рамонтных работ будуть ўлічываецца пажаданні жыхароў на оказанні дадатковых платных паслух. Дарэчы, займацца рамонтам сваих падъездаў грамадзяне могуць і самастойна. І ў жильцов ўсть возможность самім выпалнить ремонт. То есть они му праві выбрать організацію, вплоть до того, что где-то даже собственными силами выпалнить ремонтные работы. І тагда мы просто составляем акт і показываем, што данный запланированый падъезд у нас выпалны. Пад шас брифінгу была так сама узнятая тема уборкі падъездов. Я ежыхары могуць праводзіць альбо самастойна, альбо аплочвваць гэтыя паслухі адпаведным службам. Варта адзначы, што за санітарным станам падъездаў зараз будзе вестіся контроль, і ў выпадку іхні адпаведнасті геенічным патрабаваннім будзіць прадугледжаны штрафы. Што тычыцца тема зелененні обласного центра, зараз распрацовываюцца эскизы кветкавых компазіцій, які будзіць упрыхожваць гомель. Плануецца пераважна выкарыстовываць рослины, які ўжо добра зарэкамендаваліся беў паперэдні гады. Гэта пітуні, тюльпаны, хвойны насаджэнні. Дарэчы, каб знізіць нагрузку на гарацкі бюджэт, сё лето асобныя кветкавые компазіцыі, або клумбы будзіць прадавацца на баланс прадпраемстваў і арганізацій. Пратягваем выпуск. Сумесны рейд падназвай «Саступі дорогу спецтранспарту» правялі ў гомелі супрацовнікі ДАИ і МНС. Пад шас спеціальнага меропраемства выявліны шэрах парушэніў з боку водіцелів, які былі прытягнуты да адказнасті. Яўген Пабалавец, а Володае падрабязнастями. Сітуація, калі на дорозі не пропускаюць пажарну аварийну техніку, не з'являецца выключэнням. Часто водіцелі не звертаюць увагу на проблісковыя маяшкі, і мкнуцца праэхаць першымі. Нікаторе ў вогалі не спыняць рух, і не думаць про те, що затримка на дорозі може каштавать комусь тімаўома сті ті життя. Даже за прошлый год було два ДТП, связано именно с непропуском пожарно-варийно-спасательной техніки. Ну, есце в случае ДТП, случається ДТП, естественно, машина прекращає следування к місту трагедії, высылається дополнительная техніка, а це все время, которое могло быть потрачено на тушение пожара, на спасіння жизни, оно, к сожалению, теряється. Подчас проведення рейду под назву «Саступи дорогу спецтранспорту» оштрафовано 10 водителів, які не саступили дорогу, ті не спынили повністю рух. Акція показала, що нагадати удельникам дорожного руху прооснованні правила і отказанність за їхній виконання буде не лишним. Согласно пунктам правил 26, водителі при віде автомобіля с приближаючими маячками синього цвета обязанні уступити дорогу, а при віде автомобіля з исключеними маячками красного і синього цвета обеспечить безпевцяний проєзд. Наказання за данне правонарушення составляє от 2 до 10 базових, либо лишення права управління на срок 1 год. Євген Пабалавец, Валерий Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». У Палацу Румянцевых і Паскевича відкрилася вистава керамічних виробів педагогів і студентів факультета декоративно-прикладного мастаства і дизайну Гжельського державного університета. У экспозиції представлены фарфоровы посуд декоративная скульптура, виконанная у адметным народным стилі з перовагай роспису синього колеру. Наші корреспонденти побували на виставі. Гжель – це назва живопісного регіона, размещаного прикладно в 60 кілометрах від Москви, і одночасово виробав народній мастацкій кераміки з ярким синім росписом по білім фоні. Сдавна Гжель славилася своїми унікальними высокоякосними глинами і выдатними майстрами. Выстава, підрихтованная педагогами і студентами Гжельського державного університету своє особливий наглядний узор спадшины народного мастацтва. В установі беражливо заховують традиції знакомітого гжельського промыслу і ожицівляють їх трансляцію з поколення у поколення. Ми считаємо, що це дуже важна задача в образованні, сохранення і розвиті традиції. Тому що традиції – це наші корні, це наші істоки, які нас обогащають, які дають прекрасні плоды. І знаць традиції должен все-таки кожен чоловік, який любить своє отечество, свою родину, свою культуру. У другої полові 18-го стагодя гжельський мініатюрний посуд і дробная декоративна скульптура расписувалися ліловай, жёлтай, синій і каришневай фарбами у своє особливым народним стилі. Мотивами роспису з'являліся кветки, листья і трава. У 19-м стагодзі гжельські вырабы стали расписуватися спіровагай синього кольору. Даречі, гэта тенденція заховывайця і сёння. Здавалася б, на кольоровый роспис повинен зробіць выраб манатонным. Однак, дзякуючі характерному синєму кольору з разнастаєністю ягу оттіння, у фарфоровы посуд і декоративна скульптура гжель отримлюваюця непауторными і оригінальными. Очім благодарна їм, що вони привезли, що ми можем пасмітреть, щоб прикоснуться такому іскусству. Відзі це старинна роспись, старинні традиції російські. І у нас завод молодой, ми, конечно, ж, тільки учимся, поэтому є чому паучиться. На відкритті выстави був організований майстер-клас, де спеціалісты гжельського державного універсітета показали основные приемы мазкового роспису фарфоровых вырабов. Зараз майстры гжели їх по ранейшому расписуюць уручную. Гэта вельми кропатливый працайомкий процес, який потрабує профісійних навыків, часу аголовная любові до гэтай справы. Я, например, занимаюсь гжельськой росписью і на промысле работаю вже більше 30 років, потому, що поступив в гжельський технікум, я впускниця нашого учебного заведення, я сразу выбрала для сіпя іменно роспись на фарфурі, іменно гжельську роспись. Я просто була в неї влюблена. Сучасне мастатство гжелі складанне, однак яя керамика найбільш яркая, поэтична і запамінальна сіродыншых русських промыслів. Сьогодні малюнкі гжелі гэта сюжет із народного життя. Катання на санках, маслініца, жанровая сценкі, казачні персонажі, рослинні орнаменты. Узоры непалторны, як і самі вырабы гжель, бо кожны столовы і декоративны прадмєт майстер расписывая у адзіным екземпляры. Вероніка Варашыріна, Максим Савін, Ігор Марышченко, Телі, радіокампанія «Гоміль». І на гэтым наш раннішній випуск завіршен. У студій працавала Наталі Ігнатєнка. Добрых вам новінаў і до новых сустрічу ефірі. Редактор субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова Наталі Ігнатєнка. Редактор субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова